Добрый день, дорогие друзья! Холодно, Арктика, ну что-то вот вчера одел шорты, мне так понравилось, не хочется раздеваться. Приветствую вас в городе Курорти Анапа, меня зовут Юрий Озаровский, на календаре у нас сегодня наступило 8.04.2023 год, должно светить солнце, должно быть все хорошо, но, к сожалению, не так. У нас сегодня полдня шел дождь, на часах сейчас 1.40, у нас будут перекрывать улицы, потому что будут соревнования по велоспорту. О, обещают, что еще целую неделю практически будет такая вот печальная погода, и хочется, наоборот, чтобы солнышко классно было. Вот, допустим, Жемчужная Россия, она уже принимает деток, которые приезжают отдыхать, вот не хочется всего вот этого на небе, а хочется, наоборот, чтобы было солнце. Ну, вот как вчера, тепло и хорошо. Давайте пройдем сегодня на море, на пляж Жемчужной России, посмотрим, как он выглядит и какие вообще изменения есть на проходе. Я думаю, что это будет интересно, и посмотрим на уборку пляжа, потому что здесь рядышком находится Мори Пик, называется теперь эта система. Они уже пляж свой выставили, и посмотрим заодно, как они убрали. Дай бог, чтобы не пошел дождь, и нас не накрыло. Надеюсь, что все получится. Приятные прогулки от вас. Подписка, канал на этот. Вконтакте Юра Озаровский, одноклассники Юра Озаровский, в Яндекс.День Юра Озаровский, и также на Ратубе Юра Озаровский. И группа Вконтакте, обязательно подписывайтесь, Юра Озаровский, она по Витязево-Джемоте. Оставляйте свои фотографии о том, как вы отдыхали в прошлом году, и пишите, куда едете в этом году. Буду вам благодарен. Тобственно, направо, Пионерский проспект, туда вверх пошло уже Витязево. Здесь у нас имеется банкоматик. В основном сюда входят все люди, которые живут вот в этих домах ЖК Солнечный, и дальше там находится частный сектор, микрорайон Лазурный, я его называю. Сюда добраться можно, если вы едете, допустим, на маршрутке. Это 114-128-я. Если вы так захотите пешком по Пионерскому проспекту, тоже можно, и даже будет классно. Сейчас в жемчужине России отдыхает огромное количество детей, которые приехали со всего края. У нас сейчас программа действует. И в НРДНР говорили, по крайней мере, что деток туда завезут. На 100% соответствует это действительности или нет, не могу утверждать. Но мы видели, когда эти сообщения прошли, буквально в следующие дни тут были салюты, потому что начались уже смены. Ну дай бог, чтобы детки приезжали, дышали морским воздухом и хорошей им тоже погоды желаем. Аптека здесь есть. Это самое главное, наверное, когда вы приезжаете на город, потому что они есть везде, их много. Магазин, супермаркет неплохой, цены отличные. Большующее количество ролетов. Здесь находится столовая с правой стороны. Если вы в ней ели, пишите, как вам понравилось или нет. Короче, я что-то по ходу с одеждой не угадал, и у меня холодно. Ну ладно, мы уже назад не пойдем. Здесь тоже торговые ряды. Сейчас они не функционируют и ничего особо интересного тут показать не могу. Такие вот дела, друзья. В этом году украшать цветами Анапы будет зеленстрой. И уже они готовятся, чтобы высадить огромное количество растений. Я надеюсь, что в этом году будет не стыдно показывать наши анапские достопримечательностями. И мы будем вместе с вами чувствовать аромат благоухания. И страждущий взгляд найдет всегда что-то для успокоения на наших анапских фундах. А не все, что было в прошлом году. И не забудут про джемоте, чтобы там на сквере вместо абразии поселилось что-то тоже красивое из цветов. Так, у нас в Анапе начали люди в соцсетях возмущаться из-за установки светофора на Анапском шоссе и улице Спортивной. Но, как поясняет администрация, это сделано по вашим просьбам и специально для того, чтобы когда построится школа новая, было проще к ней туда подъезжать. Ну, я не могу не согласиться, потому что там действительно люди очень многие разгоняются. И особенно в ночное время мне пару раз там участия не сносили. И буквально недавно на этом перекрестке были сбитые знаки и джип там перелетел, деревья вам сносил. Так что, возможно, это будет тоже хорошо. Хорошо, прошли мы этот рынок, слава богу, и смотрите, здесь у нас, ну, прямо такой узкий проход, то есть вдвоем даже не пройдете. И нету даже пандусов, то есть вам по-любому придется идти через этот рынок. Такая очень интересная реализация. С той стороны за забором, за высоким, у нас находится пансионат Анапа. По-моему, его тоже выставляют на продажу. Если хотите себе прикупить в этом месте, идите. Ну, я так понимаю, что торги будут устраиваться. У нас вот еще и детский санаторий выставлен на продажу. Я опубликовал информацию в Телеграм. Не забывайте подписаться в Телеграм Мориос. И будем с вами там обмениваться гораздо большим пластом информации. Мы же здесь поворачиваемся здесь налево. Сейчас тут можно пройти. Обычно тут прям баррикады строят, чтобы вы прошли обязательно вдоль всех рядов торговых. Вот сюда повернули, прошли возле этих ралетов, а уже пошли потом дальше. То есть у нас, как говорится, все для людей. Я постоянно, когда иду по вот этому проходу, у нас тут властная наша структура. Одна там ФСБВ МВД слева-справа находится, точно не буду тыкать пальцем. Ну, бывшие здесь раз уже не продают. Страивать такие проходы мимо заборов нашим соотечественным. Это прям печально. Хоть бы лавочки поставили, какие-то там мусорочки. Было бы симпатично. Но никому ничего у нас не надо. Администрация не хочет никого ничем обязывать. Вот мы прошли с вами огромное расстояние. Поверьте, на улице не было ни одной мусорки. Это ни вы их не заметили. А я вам честно, открыто говорю, ни одной. Белая невеста одна, цветет. Красота. И постепенно мы выбираемся на пляж. То есть у нас тут, видите, такие захваты территории. Я не знаю, конечно, может их, конечно, кто-то выделил. Но стоят прям на дюнах. Что вот эти строения за красной линией. Что вот тут заборчик стоит. Администрация даже не знает об этом. Существует, что же говорить, если про светлую улицу. Они всегда спрашивают, где это? Кто это? Это у нас в Анапе? Ну, это тоже у нас в Анапе. Есть такие нелетиприятные моменты, когда ты прогуливаешься пляжем. Ну да ладно. Осталось все попробовать преодолеть вот эту дюну. Я чувствую, меня сейчас там вздует. Потому что если здесь такие порывы качают. А-а-а. То там будет еще круче. Так, градусник, мои друзья мои, показывает. 10,9 градусов. То есть теплее, чем в машине. Так что, Юра, что ты мерзнешь вообще? Плюс 10,9. И самые классные моменты, это то, что у нас дюны постепенно зеленеют. Сегодня в начале видео наобещал. То, что мы там пойдем с вами проявляемся на пляже, который должен работать. И что-то я начинаю передумывать. Холодно. Арктика. Добраться до моря. Ох, как я обожаю наши пляжи. Когда ты выходишь, а здесь нет заборов. Да нет, заборы. Это такая боль просто и в детстве в моем не было. И потом это постепенно, знаете, входил, я каждый забор ходил, матерился уже. Какой южачок. Вот там кайтсерферы разгоняют на мажепсинчике. Эх, когда же я когда научусь. Не скоро, конечно, но хотелось бы тоже. Готовится поставить полностью все заборы. Отгородить жемчужину себе все пляжи. У них вот видите территория под фонарами. Жемчужину, это я беру, здесь у них ходит Дача Дель Сол, Бетон Брюд, Мови Пик. Это что там еще у них. Ну и жемчужина Россия, детские пансионаты. То есть вот под эти фонари полностью попадают все их пляжи. Или пляжные территории. Ну вот так классно, да? Какая просто благодать. Куски нефти, которые просто усыпали полностью весь наш пляж. Просто знаете, они есть. Их здесь, этой нефти очень много. Она по всему побережью. Вчера вот прислали видео того, как бедных птиц выкидывают в нефть. Это прямо очень плохо. Мы надеемся, что все-таки уберут. Но что честно, мы видим, что эти в кучке собирали. Мусора стало меньше. А я это от души говорю. Не то, чтобы я вот специально, чтобы вы не боялись, там приезжали. Ребят, я всегда все по-честному. Все как есть. Потому что я понимаю, каждый зарабатывает эту копейку. Никто ее не дает, чтобы приехать и потратить ее просто никуда. Но это так нам не надо. Кстати, интересует. Да, кстати, свежие. Видите, волны выходят. Вот она, мазута. В общем, к сожалению, свежие выкидывается. То есть там ее еще много. Напишите сразу в комментариях, вы видели где-нибудь в СМИ российских, чтобы говорили о том, что вот, ребята, у нас экологическое бедствие. Нефть выбрасывают на пляжи. То есть, чтобы вы понимали, это вот все она. Это прямо очень больно. То есть свежие, видите. Выкидывает. Просто температура воды сейчас и воздуха низкая. Она не тает. Ну, видите, плавает. То есть она легкая. Это очень хорошо. Значит, ее полностью все выкинет. Море не останется, но берега будут изгажены. Почему никто нигде не кричит? Это же прям беда. Это прям большая беда. В каких количествах испачкать берега? То есть я вон там полосу показал, да? Посмотрите, сколько ее здесь лежит. Этой нефти. Вот все черное. Это все она вдоль всего берега. Есть вот отдельно такие большие куски. Ну, может, это мазут. Вот мне вчера, кстати, звонили, предлагали сдать ее на анализ. Но что-то так и не перезвонили. Думали, может, отмажусь там или денег буду просить там или еще что-то. Так, да давайте, бесплатно сделаем. Договоритесь просто куда что. Чтобы выяснить, что это. Я говорю, если это что-то меняет, то я только за. Давайте узнаем температуру моря. Температура воздуха у нас 10,5. Поставьте на паузу и напишите, как вы думаете, какая температура морюшка у нас здесь сейчас. Мы находимся, как я и обещал, все-таки забил на ветер и холод. Пляж Мираклион. И можете увидеть, что здесь уже стоят лежачки. Все готово для того, чтобы люди отдыхали. Даже там трое человек, которые приходили, наверное, сейчас они отдыхают у них на территории. Что можно отметить? Здесь полностью прочистили пляж. Может быть, даже прошли не просто граблями, а какой-то селкой. Потому что, если проходят граблями, туда дальше, за вот этим вот столбом, там, походу, просто грабали его. И там вот эти все нефтяные пятна, они видны. Здесь же, ну, я, честно, ничего особо не нашел. Они какие-то палочки меняют. Ну, либо очень сильно перевернули. То есть, я бы, правда, показал. То есть, вроде бы, так, сказать, все на первый взгляд чисто. То есть, уже вынесли лежаки, готовые зонтики. Там, кстати, стульчики для тех, кто хочет просто посидеть, послушать море. Ну, вот-таки, хорошо все это реализовывают. И вот мы подходим к берегу, да. То есть, я вам ранее показывал о том, что выносится новая свежая нефть. Ну, и тут она, к сожалению, тоже имеется. Вот они, видите, новые свеженькие нефтяные каточки. Ну, вот они лежат. То есть, температура моря 10,5 градусов. Сегодня вот подозрение на дождь, поэтому квадрокоптер не стал с собой брать, чтобы не летать. И вот по пляжикам довольно-таки опасно сейчас ходить, прогуливаться. Ведь очень много вот этих вот нефтяных краплений. Это прямо очень плохо, что так происходит. Ну, почему, вопрос 11, почему все молчат? Очень бы хотелось, чтобы была действительно какая-то реакция живая. Потому что, ну, вот, можем здесь видеть, что перепахивали пляж. А это не уборка территории, а просто зарывание проблемы. Я не вру, то есть, вы можете все это увидеть. И сейчас мы видим, что заново свежий выброс нефти подходит к нашим пляжикам. И это прямо действительно беда. Гибнут птицы. Мы находили с вами мертвых дельфинов. И это происходит прямо вот где-то в другом мире, параллельной вселенной. Чуешь, что это беда. Мы же не в ООЭ. И тем более нефть это не наша. То есть, то, что качают через Новороссийск, это как раз-таки Казахстан. Пускай они как-то в другое место качают. Большие деньги, конечно. Что тут наше море? Что тут все жители нашей страны, которых больше не пустят ни в какую другую? Единственное наше Черное море против того, чтобы зарабатывать на транспортировке казахстанской нефти. Во всем сожалению, вот мы живем в то время, когда наше море превратилось в выгребную яму. Особенно хорошо это видно, проходя по пляжу. Еще раз говорю, я благодарен тем, кто занимается уборкой, потому что было гораздо хуже. Но сейчас вылетает новая порция. То есть, столько работы, ребят, у вас будет, что мама не горю. Мне прямо вас, честно, от души жалко. Друзья мои дорогие, обязательно пишите в ваши комментарии, что вы об этом думаете. И мне очень будет важно, чтобы вы отреагировали на это сообщение моих видеосюжетов, просто написав в природоохранную Азово-Черноморскую прокуратуру. Только большим количеством сообщений мы сможем что-то изменить. Ведь вы везете сюда свои деньги и должны получать лечение, а не вот все вот это, то, что я сейчас даже не показываю. Просто вы видите рядом со мной, проходящим вдоль берега моря. С вами был Юрий Азаровский. От души немножко морюшка для вас. Пускай в ваших жизнях будет все гораздо более приятнее, чем сейчас и здесь у нас. С вами был Юрий Азаровский. 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 Продолжение следует...